Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 19 июня, и я вот сегодня только что сейчас рассказывала про вершинную гниль томатов. Тоже очень распространенное заболевание. И вот пока у меня тут перекур, я как раз тут сейчас посынкую, общипываю все. Я сразу расскажу о следующих шагах по профилактике фитофтуры. Когда я называла все по пунктам вот эти профилактические меры, вот это вот и проветривание как раз, и там схемы посадки, одно из главных мер, конечно, это профилактические обработки различными препаратами, или биопрепаратами, или фунгицидами на химической основе. И вот сейчас я расскажу подробно, чем отличается вот эта группа и эта. Когда я в первом, в самом первом, только начала говорить про фитофтору, я говорила, что все мы делимся, огородники, на две группы, те, у которых фитофторы вообще нет и не бывает. И они просто обходятся иногда вот этими вот легкими, нетоксичными опрыскиваниями, обработками, был биофунгицидами, вот типа как фитоспорин. И вторая группа, которая никак не обойдется этими мягкими и нетоксичными обработками, им обязательно нужны фунгициды на химической основе, то есть более токсичные, но с более длительным и с более жестким действием. Начнем с мягких. Кому подойдет, например, биофунгицид такой, как фитоспорин, есть триходерма, вот этот аллерин и гомоир, потом есть фитоловин. Все они стоят в сторонке, в одной стороне, потому что они все биопрепараты, они все безвредные, они все нетоксичные, они на основе вот этих природных биоорганизмов грибковых, они не оказывают никакого влияния ни на растения, ни на людей. Обработок вот этим препаратом можете в этот же день кушать или на следующий день, у них срока ожидания нет, но если у вас вспышка фитофторы, и если вы решите, например, вот у вас, ну все уже, чернеют листья почернели, чернеют плоды, и вы решите вылечить одним фитоспорином, это будет проблематично, вряд ли. Даже когда у нас нет заболевания, и то вот эти биопрепараты, которые мягкие, которые не токсичные, рекомендуется использовать, употреблять регулярно. Один раз в 15 дней, если у вас вообще нет никаких, ни угрозы заболевания, ни признаков заболевания, ничего. Начиная с самой высадки, вот когда мы высаживали, я уже говорила, мы высаживаем, и в луночку многие поливают вместе с поливом раствор фитоспорина. И дальше пошло. Через две недели еще одно опрыскивание, через две недели еще одно. И вот так нужно делать постоянно, для того, чтобы поддерживать вот такой хороший микробиологический фон в почве, в растениях. Полив рекомендуется использовать один раз в месяц, то есть реже. Вот я первый полив делала с фитоспорином, и второй раз полила только вчера, 18 июня. У меня даже полтора месяца перерыв, потому что часто не рекомендуют поливать. А опрыскивать можно чаще, два раза в месяц. Но это когда фон благоприятный, когда нет вообще ни малейшей угрозы. Как только вы видите первое какое-то, или пятнышко, или полосочку, любое проявление грибковых заболеваний, начиняете учащаться раз в 10 дней, или даже раз в 7 дней. Вот только так можно обрабатывать вот этими мягкими биопрепаратами. Вот там везде на пачках, увидите, там инструкции написаны на том же бактофите, на той же триходермии, один раз в 15 дней. То есть весь сезон, два раза в месяц вы должны обрабатывать, обрабатывать и обрабатывать. И когда человек живет в таком регионе, ну вот как некоторые говорят, что фитофтора неизбежна ежегодно, и не только у них, а вообще вот по всей, например, этой области, вот проживает он в этом районе, в этом районе у всех фитофтора. Вот такие эпидемии, вспышки. Тогда вряд ли биопрепараты вам помогут. Это как раз вот та вторая группа огородников, которым нужны более резкие средства. Фунгициды, медь содержащие. Все фунгициды, которые более-менее как сильного действия, они все медь содержащие. И, конечно, самая известная, традиционная, это бордовская смесь. Вот сейчас люди, я уже каждый год говорю об этом, сейчас люди вот против медь содержащих, многие стали и в статье, и в интернете, и все, что не применяете, это вредно, это все. Но вспомните, если кто-то помнит, если кто-то жил, например, в деревне, или помнит огород, как вели бабушка, мама, в те времена, когда были самые-самые вкусные, вот такие натуральные советские помидоры, у нас кроме бордовской смеси, ни родителями, ни бабушкой моей, ничего вообще не применялось. Это было единственное средство, или медный купорос от заболеваний, когда уж сильно, или вот эта бордовская смесь. Все ее применяли, и здоровье было не намного хуже, чем у нас. Я не знаю, у меня вообще лично такое подозрение, что эту бордовскую смесь как-то немного принижают, только для того, чтобы открыть дорогу импортным каким-то препаратам другим, вот там профитболт или еще что-то. Но бордовская смесь, я сама знаю, она очень хорошо работает. Единственный ее минус, это то, что ее разводить сложновато, и то, что она контактного действия. То есть, я объясню, вот от тщательности обработки зависит эффект. Для того, чтобы хорошо все работало, нужно обработать все, и снизу, и сверху. Вот там, где ляжет это голубое пятно, вот этот раствор голубого, вот этого опрыскивания, там заболевания не будет. Она действует тоже довольно-таки продолжительное. У нее есть период ожидания. То есть, если мы обработали, мы уже ни завтра, ни послезавтра кушать не можем. Две недели мы ждем. И еще, если вы обработаете, ее смоет дождем, вот не будет уже этих пятен, значит все, нужно повторять. Она смывается. Она уже как вот, есть вот сейчас расскажу про препараты более современные, они проникают внутрь растения, и не только они подавляют вот эти вот грибковые споры, они могут регенерировать, то есть лечить растения. Бордорская смесь у нас не лечит. Она только убивает грибок и защищает. Вот то место, где мы сделали голубое опрыскивание, там растение, вот этот период уже не будет болеть. Зависит от погодных условий, от всего. До месяца она может сохранять ваше растение от заболевания, от хитоктора, например. Как только смылись вот эти все голубые пятнышки, значит нужно повторять. Но есть еще сильнее, еще эффективнее, это вот эти, которые Ордан, Хом, Полихом, Оксихом, вот эти, а вот Профит Голд. Вот эти средства, они считаются уже нового поколения, и они не только предохраняют от заболевания, если заболевшее растение им обработать, они могут его еще и подлечить, восстановить. То есть сейчас у нас уже таких ситуаций безвыходных нет. Если, например, на вас напала фитоктора, вы не уследили, то не значит, что нужно все выдирать, вырывать. Нужно просто подобрать вот такое очень эффективное, очень сильнодействующее средство, не только с лечебным эффектом, но и с регенерирующим, то есть восстанавливающим. Даже вот эти листики, которые черные, обожженные фитокторы, они могут немного восстановиться. И, по крайней мере, растение не умрет. Новые точки роста пойдут, оно будет дальше расти. Я, конечно, о каждом, но это нужно о каждом препарате говорить отдельно. Понимаете, что у фитоспорина одно действие. Он больше используется как профилактическое. Он очень хорош весной, когда мы грунт поливаем, когда мы вот обрабатываем, когда еще нет болезней. Но если у вас такой район, еще раз повторюсь, где для вас эта фитофтора не новость, не диковинка, и если у вас она очень быстро текущая, бывает, что вот быстро прям, ну, действительно вспышка, эпидемия, тогда лучше не тратить время на опрыскивание фитоспорином, если вы видите уже пятна. Приступайте сразу к действиям более эффективным. Ордан, Профит Голд, вот этот Оксихом, Полихом, те, которые не только у вас остановят фитофтору, но и смогут восстановить растения. Все. Вот с вами была Ольга Чернова. Это еще одна грань фитофторы, именно какие препараты выбрать, мягкие, но безвредные, или более резкие, которые помогут 100%, но которые у них и срок ожидания, у них и вроде как заявлено, что они более токсичные, да, медь имеет свойство накапливаться в земле, все, но это так же, как бор. Бор тоже вреден, но все люди применяют борное опрыскивание, ведь мы обрабатываем, там получается совсем небольшие дозы, и обрабатываем такими резкими препаратами, ведь только тогда, когда они нам действительно очень необходимы. Конечно, если растения зеленые, если растения здоровые, хорошие, ни у кого не возникнет мысли вот обрабатывать самыми такими жесточайшими препаратами, начинаем все со слабых, но если вы только заметили признаки первые, бросайте все эти биопрепараты, начинайте вот. Ордан, Профит, Голд, Хом, Поли, Хом. Все, до свидания. Надеюсь, поборем. Субтитры создавал DimaTorzok